давайте посмотрим какие у нас основные операции в рамках линейной алгебры для этого создадим массив, случайный массив что мы можем сделать? мы можем суммировать все элементы массива понятно по элементной сумме задание проверки это на калькуляторе мы можем по какой-то размерности сделать сумму ну например вот тут мы суммируем строки друг с другом получается массив вектор размерностью 3 а вот так мы суммируем столбцы и получаем четырехэлементный вектор точно так же как мы суммируем мы можем получить и произведение точно так же произведение по разным размерностям раньше средние значения у нас было в самой джулии в первой версии перенесли средние значения в пакет статистикс вот мы подключили пакет статистикс и можем посчитать эти средние значения было бы очень неплохо если бы вы проверили эти средние значения с помощью стандартных формул для вычисления среднего значения ну и стандартные операции с матрицами это транспонирование, нахождение следа и диагонализация для этого нам нужно загрузить линейный алгебру пакет и подключить его и так опять создаем произвольную матрицу случайную транспонируем ее видно что она транспонировалась здесь находим след матрицы напомню след это сумма элементов на главной диагонали и извлекаем собственно главную диагональ кроме того мы можем посчитать ранг матрицы да у нас она не является линией зависимой ранг 4 обратную матрицу посчитать проверим что это действительно обратная матрица и домножим обратную матрицу на исходную матрицу что мы получили мы получили единичную матрицу но тут видим у нас из-за точности в некоторых местах минус 17 минус 16 но очень маленькие значения то есть с определенной точностью естественно все это делается взяли определитель матрицы для не квадратных матриц мы вместо обратной матрицы можем получить псевдо обратную матрицу таким вот образом матрица а у нас была не квадратная давайте посмотрим давайте посмотрим векторные и матричные нормы ну самая простая вклидовая норма вообще можно вот ввели у нас вектор x и посчитали вклидовую норму попробуйте посчитать ее с помощью суммы квадратов и извлечения квадратного корня вообще можно обобщить п норму ввести вот такой формулой ну и соответственно получается что одна норма это просто сумма абсолютных значений величин да то есть вот п равно единице сумма модулей и единица на п тоже 1 ну и норма у нас есть расширение нормы норм запятая x запятая 1 вот значит тут мы можем записать соответственно вклидова норма это когда п равно 2 да похоже кроме того у нас есть бесконечная норма но когда у нас бесконечный в принципе если мы возьмем достаточно большой п ну скажем 20 то у нас это будет приближаться к бесконечной норме ну и расстояние между векторами вычисляется по норме f клиптового расстояния вычисляется по 2 норме и получается вот таким вот образом ну и вот формула для суммы квадратов и корень квадратный сумма квадратов квадратный корень да получается то же самое значение есть у нас угол между векторами определенного оператора для угла между векторами нету но вы его легко можете вычислить с помощью вот такой формулы аналогично как норма для вектора у нас строится норма для матриц эта норма называется операторной нормой ну и соответственно одна норма будет сумма столбцов вот бесконечная норма ну а по умолчанию у нас будет вычисляться два норма и проверим что они действительно два равна норме по умолчанию очень очень часто требуется у нас поворачивать матрицу но взятие транспонирования у нас тоже поворачивает матрицу матрица может поворачиваться на 180 градусов мы можем повернуть по строкам и повернуть по столбцам матрицу матрицу это просто умножение тут проблема возникать будет с комплексными матрицами потому что там еще нужно будет более сложная формула ну вот простое матричное умножение вот так делается для единичной матрицы раньше было свой оператор потом вы убрали может быть зря но единичную матрицу можно получить с помощью специального единичного элемента и задав разметность скалярное произведение ну или точечное произведение понятно это вот таким вот образом записывается но на самом деле это у нас получается умножение вектора строки на вектор столбец поскольку у нас x тоже вектор столбец и умножим то же самое получилось поскольку мы можем знак умножить убрать без уменьшения понятности то есть все равно будет понятно что умножить мы можем его просто не записывать вот таким вот образом решение линейных систем уравнений ну тут все по формуле просто делим с помощью ну грубо говоря б на а делим умножаем на а минус первое слева и получаем x вот давайте введем случайную матрицу вот это x у нас получим b и вот у нас чтобы знать что мы должны в ответе получить и теперь у нас есть а x b домножение на а в минус первое записывается вот такое деление ну как мы видим да очень похоже на массив 1 1 1 и дальше простейшие упражнения то что пробежали не а но не